Набрать 30 очков – такова программа «Максимум» для тех, кто пришел в Центр тестирования норм ГТО «Видном», чтобы сдать норматив по стрельбе. Для многих это последнее решающее испытание. Ребята заметно нервничают. Чувночный бег, отжимания, пресс, прыжки – все на золото. То есть пока у тебя ты к золотой медали движешься? Да, я вот осталась в последний раз сдать и все золото. Я сюда пришел уже второй раз сдавать стрельбу. Шансы мои, ну не знаю, надеюсь на золото. Я и мои ученики, мы сдали все нормативы на золото. И вот осталось последнее испытание стрельба, поэтому вот волнение ждем финала. Приходилось уже стрелять, у нас и в школе есть электронный тир, я пробовала там. Сложно. Оказалось, что это одно из сложных испытаний. В центрах тестирования ГТО теперь часто используют оружие электронное. Внешне оно практически не отличается от привычной для нас пневматики. Она в принципе аналог пневматической винтовки. Единственное, что чуть меньше отдача от пневматики все-таки в плечо сильно отдает. В электронном такого чувства нет. Для тех, для кого оружие в новинку, первый раз пришли многие школьники, видят его в первый раз. Мы их учим. С первого раза не у всех получается. Но потом вот у многих нам уже приходит третий, четвертый раз. Вот как показывает практика, на третий, четвертый уже прям вот все сдают. Для нас тоже провели небольшой инструктаж и показали, как обращаться с электронным оружием. Теперь садитесь удобно. Оба локтя на стол. Приклад упирается в плечо. На конце у вас там мушка, видите ее, да? Это прицельная планка. В идеале они у вас должны совпасть вот в линию, да? То есть для нее специально вот это отверстие. И они образуют прямую линию. И этой линией вы целитесь под черный круг на мишени. Выбить 30 очков с первого раза, как и предсказывала тренер, мне как новичку не удалось. А вот старшеклассники были более удачливыми. Какой результат? Нужно было сдать на 30. Я 31 набрал. Это твое последнее испытание, да? Да. То есть все, золотая медаль ГТО в кармане? Да, скорее всего. Среди сдающих много будущих выпускников. Дело в том, что с этого года для них изменились сроки сдачи норм ГТО. Мы теперь сдаем с января по июль и с сентябрь по декабрь. То есть учитывается не учебный год и не полностью календарный год, а именно вот эти полгода квартальных. Именно поэтому ожидается, что последние месяцы года станут особенно урожайными. Тренеры и судьи ожидают около 200 золотых знаков ГТО. Еще, чтобы ребята внимательно следили за тем, что у некоторых исполняется день рождения, в период, когда они сдают, чтобы они все-таки или предупреждали судей, наш центр ГТО, или все-таки старались все сдавать после дня рождения, чтобы знак зря не получиться. Потому что они сдают, им исполняется переходящий возраст, и знак этот им ничего уже не дает. Ну а тем, кто только подумывает сдать нормы ГТО, напоминаем, что для этого прежде всего нужно зарегистрироваться на сайте программы, получить уникальный номер и усиленно тренироваться, чтобы успешно сдать от 7 до 9 видов нормативов в зависимости от возраста. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ.